Умение четко и грамотно отрапортовать перед ведущим – это часть домашнего задания, которое участники готовили по условиям соревнований. У каждой команды свое название, речевка и траектория движения. Строевым шагом по периметру спортивного зала предстоит пройти трем командам – из коррекционных школ «Надежда» и «Гармония», а также Староградковской школы-интерната имени «Фурагиной». Праздник в Спортландии проводится в Одинцово во второй раз и неизменно в спортивном зале Одинцовской школы номер 8. Команда у нас – дети начальной школы и с 5 по 11 класс. Мы разделили пополам возможные. Дети с различными заболеваниями, но по допуску врача они могут принимать участие в этих соревнованиях. Особенность соревнований в том, что все участники – ребята с ограниченными возможностями здоровья, хотя ограничений перед ними организаторы не ставят. В Спортландии есть место не только спорту, но и творчеству. Еще одна домашняя заготовка – спортивно-танцевальная композиция, в которой допустимы даже акробатические движения. В этом году поддержку соревнованию оказали знаменитые байкеры «Ночные волки». Представитель сообщества был в составе жюри. Одним из организаторов выступил физкультурный центр, действующий при крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания. Инструкторы центра работают с ребятами наряду с учителями физкультуры. Результат налицо. Участники состязаний показывают невероятные скорости и сноровку, выполняя непростые задания в эстафете. В прошлом году лучший результат показали ребята из школы «Гармония». Отличились они и в этот раз. Три команды и три призовых места. Арифметика соревнований – это арифметика добра, где главной победой взрослых становится заразительный детский смех и улыбки.